Итак, я хочу подытожить причины и секреты долголетия. Мы заканчиваем наш раздел «Научный взгляд на старость». Тут у меня, значит, я таких набрала шесть моментов, причины и секреты долголетия. Тут я где-то повторюсь. Ну, первое самое, вы уже сами мне скажете, когда я говорила «всему делу голова». Голова – интеллектуальная жизнь. Воображение, любознательность. Это воображение и любознательность. Вот, когда знакомишься с жизнью даже великих людей, поражает разносторонность их интересов. Им интересно. Им интересно, как растения растут. Им интересна природа. Молния, гром и такие физические явления. Им интересна политика, потому что видит, как Бог идет, какие события посылает. Что это для человека дает? Восхититься его могуществом и изобретательностью. Тебе интересна психология того или иного возраста. Тебе интересна собственная психология. Тебе интересна география. Тебе интересны другие страны. Вы понимаете ли как? Ведь очень много, что интересного есть в жизни. И есть люди любознательные. У них любовь к знаниям. Есть люди, которым ничего не интересно. Они как пассажиры, туристы, проходят и даже не обращают внимания, где они находятся. Самые тонизирующие положительные впечатления – это интеллектуальные труды. Когда интеллектуальное напряжение занимает первое место. Это происходит активизация психического потенциала на фоне постепенного, умеренного изменения жизнеспособности. Мы с вами говорили, что жизнь идет своим чередом, и падает эта жизнеспособность. Но на фоне этого падения идет огромная активизация психического потенциала благодаря интеллектуальной жизни. Потому что тебе что-то интересное, ты над чем-то упорно думаешь. У меня вопрос такой интеллектуальный. Да, я много и вчера говорили, и сегодня. А как вот насчет физической? Вот если человек имеет возможность физически нагружаться в пожилом возрасте, это как способствует? Это для здоровья хорошо. Для долголетия, в частности. Для здоровья, для долголетия. То есть, если есть важное... Вот кто-то вчера рассказывал, кто-то из вас рассказывал, как старенькая женщина решила молоденькой невестке помочь, потому что той никак не скопать огород. Вы и рассказывали. Чудный пример. Просто понимаете ли, что у меня, может, невольно так получается, потому что у меня интеллектуальный труд занимает большее место, чем физический труд. И, может, поэтому так и говорю, но физический труд тоже замечательно. Ты входишь в общение с природой. Ты в этой земле разбираешься. Ты в этих растениях. У нас просто в церкви есть одна женщина, она уже пожилая женщина, она постоянно твердит, движение – это жизнь. Движение, да. Да, но это такая мирская поговорка, просто я на себя это определил. Я полгода лежал недвижимый, и когда начал руками шевелить, у меня уже начался жизненный тонус подниматься. Когда я начал уже ходить, тогда вообще это уже, то есть даже на физиологическом уровне это все. Да, это же относится и к физическому как раз, Саша, и к духовному тоже. Движение – это жизнь. И в духовном плане не надо усыпать, а надо двигаться постоянно. Так, значит, это первое. А второе – это социально-трудовая деятельность. Социально, когда слово говорится, имеется в виду общество, общение, люди. Ее отсутствие ведет к деградации личности. На степень сохранения личности влияет не только и даже не столько природа его, сколько жизнь и путь человека, интерес к людям, к жизни. Не изоляция. Когда мы слабы, немощны, больны, вот тенденция такая, никого не видеть, ничего не слышать. Изоляция. Нельзя это. Надо сохранять, продолжать сохранять интерес к людям, к судьбам их. У меня сестра, она христианский журналист, она вот в Марии, там ее статьи найдете. Она связана домом. У нее муж – тяжело больной человек. Она фактически при нем. И все заботы ее по дому. Накормить его и позаботиться о нем. Она никуда не может ездить, в отличие от меня. Но она, знаете что, у нее талант писать письма. Я завидую просто, потому что мне написать письмо – это день нужно. Я должна подумать, я должна лечь, сокрыть глаза и думать про того человека, про его проблемы, и какое место из писания найду. День у меня уходит на одно письмо. А она варит ему кашку, на коленке пишет письма. Во все концы. Она одна из издателей этого журнала. Понимаете, что получается? Ей пишут – с Сахалина, с Чукотки, с Дальнего Востока. Вы понимаете ли? Люди откликаются. Она со всеми связи имеет. Она ко всем интерес имеет. Какие-то отклики найдете здесь. Какие-то письма она помещает. По-моему, с Сахалины тут письмо. Что? Вы знаете, Пшеничное зерно знаете такую организацию? Так вот, мы когда директора приезжаем туда, там есть одна директор женщина, ей больше 80 лет тоже. Она в год больше 5000 писем пишет ребятам, и они ей отвечают. Представляете? И она продолжает свою деятельность. Тут тоже не меньше, наверное. Тут тоже не меньше. Да, но она директора лагеря, постоянно. Я летом с ней живу, вместе где-то проводим. И каждый день такая пачка. Такая пачка писем. И она вникает. И она какие-то там и советы дает, и ободряет, и примеры. Я не знаю, что люди откликаются на эти письма. И пишут ответы ей. Вот такой талант. Это огромная социальная активность, сидя на месте, никуда не выезжая. Но это тоже дар. Поэтому социально-трудовая деятельность. Ну, еще. Единая направленность развития индивида, личности и субъекта. Дело в том, что в отличие от животного, мы говорили с вами, когда животное прекращает рождать, оно умирает, оно свою функцию выполнило. Это третья? А здесь, в отличие от животного, ценность человека в старости часто не снижается, а возрастает в той же мере, в какой сохраняется его участие в жизни общества. Единая направленность развития. Удлинение жизни зависит от труда, творчества. Это факторы, которые противостоят процессу инволюции. Удлинение жизни зависит от более позднего завершения деятельности. Мы сегодня об этом говорили. Тут, видите, какой-то круг все перекликающихся на таких тем. Четвертый момент – коммуникация. Важна ее устойчивость, обычаи, иерархия отношений, символизация традиций, прав и обязанностей членов групп, роль знаков в общении. Ну, знаете, что такие слова тут научные. Праздновать дни рождения – это же знак и символ. Праздники, свободные дни. Ты можешь посетить, поехать куда-то. У нас две сестры есть в церкви. Две сестры, обе одинокие. И вы знаете ли, они предоставили свою двухкомнатную квартиру для приезжающих. У них же живут из разных мест. А потом, конечно, приглашают обратно. И вот эти сестры, они, по-моему, всю нашу страну объездили. Они в гости зовут, потом они их приглашают в гости. Естественно. Да до чего интересно, так они замечательно поработали ею. Коммуникация. У нее связи со всей страной. И долгожилители имеют живую связь с современностью. Сопротивляются условиям, которые благоприятствуют изоляции. Мы с вами говорили, когда сверстников нету, или слуха нету, или зрения нету. Происходит деформация личности, изменение образа жизни. Изоляция на тебя надвигается. Вы знаете, и вот надо сопротивляться этим условиям. Для некоторых умирание начинается в 60 лет, когда возникают психогенные заболевания. Такое слово – психогенные. Это не физиологические заболевания. И не психические. Они нормальные люди. Психогенные – это болезни, которые связаны с причиной психика. Но болезни реальные. Тот же рак, например. Это психогенные заболевания. Это заболевания, которые очень связаны с психическим состоянием человека. Кажется, мы говорили уже об этом. Сердечные заболевания. Это такая хитрая вещь. Сердечные заболевания. Они могут возникнуть, они могут исчезнуть. В зависимости от того, как ты ведешь себя, как ты относишься к жизни. Есть ли у тебя надежда впереди. Активна ли твоя жизнь. Дружелюбен ли ты. Сердечные заболевания. Сосудистые заболевания. Это все психогенные. Понятно, да? То есть они не столько с физиологией связаны, сколько они связаны с… Просто вы вчера о Вицене напоминали, говорили обе Вицене, а у него есть такое выражение. Есть я, ты и болезнь. Если ты станешь на сторону болезни, значит, вы вдвоем победите меня. Если ты станешь на мою сторону, то мы вдвоем с тобой победим эту болезнь. Да, 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 да. Ну вот. Некоторые формы человеческого существования прекращаются еще при жизни человека. Их умирание наступает раньше, чем физическое отдыхление от старости, по причине социальной изоляции и отказа от многих функций и ролей в обществе. Ну вот, вы знаете, что у меня интересный пример есть. Это, правда, связано не со старостью, а просто, что какую роль играет личность человека, его активность, его интерес. У меня была студентка, давным-давно была, немка. Звали ее Петра. Такое мужское имя. Вы знаете, что трудно представить более безобразного человека. Это была подушка на тонких ножках, с тонкими ручками и житенькими волосами. Ну, это была душа общества. Желаннейший человек везде. Активная, любящая, всем интересующаяся. Вы понимаете ли, душа общества. Ну, это, я видела ее. Я видела ее в общении. Я видела, мы со студентами выезжали на природу, выезжали. Ездили в Волгоград. Я видела, она стоит на этой Волге. И тихо говорит, наша Волга. Где они хотели совладеть, где они были разбиты. То есть, я как-то заглянула, очень глубокие знания и истории, и переживания с этим. Ну, в общем, понимаете как? Человек глубокий, интересный, активный, заводной. При такой внешности. То же самое про старость, можно сказать. И в старости, как сказано, плодовитые, свежи. Сочные. Сочные. Интересные. Люди интересные. Они всегда что-то новое прочитали. Они всегда какие-то мысли имеют. И всегда есть что сказать. И всегда есть чем поделиться. Когда ты делишься, ты у другого вызываешь желание тоже сказать. Понимаете как? У тебя дружелюбие, у тебя готовность выслушать другого. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. Конечно, у тебя не будет никогда никакой изоляции. Так, следующее. Это повторение, повторяю просто, одаренность и жизнеспособность. Одаренность во многих направлениях, духовное богатство индивидуальности, переработка опыта, выработка собственных позиций, убеждений – это мы говорили. Личность, тем значительнее, чем больше в ней представлено всеобщее. Есть нежелательные спутники старости. Они хорошо изложены у Рогозина. Кто взял книжечки эти? Не брали еще богатеки, нет? Нежелательные спутники старости. Жадность, раздражительность, превознесение прошлого. Вот в наше время. Отсутствие сочувствия и симпатии к современности. Любовь к получениям. Это нежелательные спутники. Вы знаете, превознесение прошлого так просто и понятно, потому что мы тогда были молоды. Просто-напросто. Мы тогда были молоды. Сейчас такие вот любят песни военные того времени. Вы знаете, что я все это тоже могу любить, но я не понимаю, как можно это превозносить. Потому что пришли новые гимны, новые мелодии. И в ту же церковь. И очень плохо, если церковь из года в год все время одни и те же гимны поет. Тоже новые нужны. Надо учитывать, какой-то пресс-фитер сказал. Сестры сказали ему. А почему вы не поете наши старые любимые гимны? А потому что я хочу, чтобы в моей церкви были и молодые тоже люди. Со своими песнями, со своими мелодиями. Понимаете ли, что вот это все идти нормальным путем вперед, а не задом наоборот. Вы знаете как. Идешь вперед, а спиной вперед. Да, смотришь назад. И вот трагедия нашей страны, мы идем именно так. Мы все время смотрим назад по той простой причине, что мы не разделались с нашим прошлым. Сам Христос сказал, помните, Марина Теревна, взявшийся за плух, не оглядывается назад. Это касается труда, труда человека в царстве его, да. Но вы понимаете, что целая нация, она не может идти вперед, пока не осмыслено прошлое, и пока не разделались с тем позорным, что было в этом прошлом. Ну, сравнение той же Германии и нас. Они разделались с этим прошлым. Они его заклеймили. Мы нет. Это в вашу пользу. Мы нет. Мы как-то... У нас все не те герои. Это какая-то трагедия. Мы никак не можем разделаться с прошлым. Это идет на всю историю. Мы никак не можем адекватно сказать, как мы относимся к Ивану Грозному, который вырезал один класс и насадил другой класс. Всех бояр вырезал, дворян насадил. Это уникальный эксперимент в истории. И мы не можем определиться к нему, в отношении к нему. Понимаете ли? Мы не можем характеризовать других правителей. Потому что мы не можем покаяться. Пока ты не покаялся, ты не разделался с этим прошлым. Это касается и государства, это касается и отдельного человека. Ты можешь идти вперед, когда у тебя не путы, не связывают твои ноги и не тащат тебя в прошлое. Я сейчас собрала и печатается сейчас четвертый альманах по истории баптизма, посвященный целиком только Каргилю. Как пресвитеру, преподавателю, пророку, миссионеру. И в его последней работе «Толкование посланий к римлянам» там удивительные слова, что, помните, когда, если муж умрет, то женщина вправе выйти замуж за кого хочет. Но в Господе. Но в Господе это да. Но мысль такая, что если она при муже живет другим, это прелюбодеяние. Если муж умрет, то она может иметь другого мужа. Это где говорится о том, что смерть для закона и жизнь со Христом. Это мысли у римлян выражены. И он сказал такую вещь, что люди, которые уже христовые, уже покаялись, уже вошли в церковь, а все пытаются еще как-то жить где-то и по закону, это прелюбодеи. Имея живого мужа, они все бегают к старому, к мертвецу. Мне так потрясло это сравнение. Ты хочешь жить под благодатью, но где-то придерживаешься законы. Ты прелюбодея. Я такой характеристики нигде не читала. Повторите, я, например, не поняла смысла. Был закон, потом благодать. Но если люди живут под благодатью, уже пришли в церковь и уже покаялись, но они придерживаются все еще закона, постановлений закона, руководствуются законом. Ты под законом или под благодатью? Нельзя ходить так и так. Он очень ярко. Он взял этот пример, когда если жена, имея мужа, будет иметь кого-то еще, то это будет прелюбодеяние. Если же муж умрет, то она... Марина Сергеевна, можно сказать, что это аллегория? Это, конечно, аллегория. Это аллегория, тетя Кать. Это не о браке сказано, а сказано об отношении к закону и отношении к благодати. Да. Спасибо. У него много поразительных таких вещей. Я думаю, поделюсь-ка я этими мыслями. И там, значит, у меня одна глава называется «Читая Каргеля». Я просто делюсь мыслями по мере того, как я читаю. Вот это как раз толкование к римлянам. Она у нас вышла под названием «Закон духа жизни». Так что ждите этого альмонаха и чудесного нашего, самого великого нашего собственного богослова. Так. Ну, теперь, значит, несколько у меня... Так, цитат есть, но есть и краткий словарь. Конвергенция, схождение вниз, дивергенция, отклонение от общего правила, например, активизация психического потенциала, на фоне падения жизнеспособности. Ну вот. Ну и некоторые бриллианты мыслей. Это Томас Манн. «Человек молод и стар, в зависимости от того, каким он себя ощущает». Луи Арагон. «Молодые люди мечтают, старики вспоминают». Старость крепка благодаря основам, заложенным в юности. Ничего так не следует остерегаться в старости, как лени и безделье. Тем более, что к этому всё располагает. И самочувствие, как такое. Лень и безделье. Не могу... Но это Цицерон мой любимый. Он писал так. «Я не могу объяснить, но в человеке живёт какое-то предчувствие будущей жизни». Это пишет язычник. Ну и последнее. «Чем мы грешим в молодости, приходится искупать в старости». Так. Ну вот мы закончили тему «Научный взгляд на старость». Также будем говорить библейский взгляд. Библейский взгляд. Субтитры подогнал «Симон»